Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, тут срочная довольно-таки новость, нехорошая. Умер политолог и бывший медиа-менеджер Игорь Малашенко. Сообщается ссылка на источники газеты «Коммерсант». Согласно этим данным, его нашли мёртвым в Испании. Официального подтверждения этой информации нет. Газета пишет, что по некоторым данным 64-летний Малашенко покончил с собой. Вот тебе и нате. Получил философское образование, МГУ. Работал в институте США и Канады. Потом он создал, оказывается, НТВ. Вот это вот телевидение совершенно нового типа. Я прекрасно помню первое НТВ, вот только оно появилось. Ох, как здорово, да. И вот потом он занимался президентской компанией Ельцина и так далее. И, в общем, потом с НТВ не сложилось. Гусинский подвергся уголовному преследованию. Игорь Малашенко, несмотря на то, что обвинения против него не выдвигали, покинул страну. Вот так вот, ребята. Потом он, значит, был у Ксении Собчак главой избирательного штаба. Я вижу возможность, как он сказал, сделать наше общество чуточку лучше. Да, интересно. И почему он был женат на известной колумнисте Бажене Рынске? Бажена Рынска знаете, наверное. Ну, я знаю, во всяком случае. И так вот всё время крутится Бажена Рынска и Собчак. Вот такие вот известные личности женского пола. Да, вот это да. Вот это номер. И, главное, покончил с собой. С чего бы в Испании. Да, ребята, это вот мне совершенно не нравится. Совершенно. И тот же гусинский вот упоминается. Вы понимаете, что? Вы понимаете, что? Всё в куче, всё в куче. Да. Куда-то они деваются. Вот прям так. Кто-то в ванной поскользнулся, помните, да? Кто-то чайку попил. Кто-то ещё что-то там. Ну, это вообще это... Мне это не нравится совершенно. Совершенно мне это не нравится. Под чём связано? Не то, что связано, а по времени совпало вот с Немцовым, датой гибели, да? Да, КГБ работает, ребят. Блумберг узнал реакции Путина на арест Калви. Президент Путин считает оправданным возбуждение дела против основателей Бэринг-Восток Майкла Калви. По их словам, это к чему? Блумберг. По их словам, свою позицию по делу Бэринг-Восток президент изложил на прошлой неделе на закрытой встрече. Агентство не уточняет, о какой именно закрытой встрече идёт речь. Путин сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви. Однако, по его словам, подозрений в похищении 2,5 миллиардов рублей нельзя игнорировать. Вот это его слова, да? Да сам же и арестовал, господи. Социологи выяснили мнение россиян о причинах ареста Арашуковых. Сегодня что-то один криминал. Ребята, смотрите. Вот. Порядка 68% опрошенных считают, что в случае получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшионных власти, их ареста и возбуждение уголовных дел является проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти. 68%. Около 22% уверены, что это единичное, нетипичное явление для высшего руководства страны. Но вот это уже стекловато, ребята. Не просто вата, а стекловато. 22%. Ладно. Напавшего на бордель националиста Дацика отпустили на свободу. Интересный какой это Дацик. Он нашел где-то в Санкт-Петербурге бордель, забрался туда, в общем, хулиганил и так далее. Он, оказывается, еще участвовал перед этим в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан. Крепкий, видать, парень. Его задерживали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салон сотовой связи. Суд признал его невменяемым, лечил в психиатрической больнице Петербурга. Оттуда он забежал в Норвегию. Вот так просто, да. Я с оружием сдался властям к королевству. Попросил политическое убежище. Но в декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к 8 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия. И в марте 2011 его экстрадировали в Россию. Ну вообще какой-то, какой-то бог знает кто. Сейчас его отпустили на свободу. Ну сейчас опять начнет. Это вот ТАСС передает. И вот я так по ТАСС полазил. Ураган. Пожарные нашли труп в сгоревшей квартире в Москве. Причем в МЧС отметили, что человек скончался не из-за пожара. То есть его убили до того. В Петербурге водитель выстрелил в лицо пешеходу. Их нравы называется. Ну и конечно госиспытания танка Т-90М подтвердили его основные параметры. Ну чё, конечно. Березовая древесина, она всегда хороша была. Основные параметры какие. У березовой древесины, у фанеры. В Петербурге госпитализировали. Это всё ТАСС, я читаю. Народного артиста Георгия Штили. Посмотрите, вы его все знаете. Я так по фамилии не очень. А так вот внешне мы его все, конечно, знаем. Очень хороший артист. Актёр Большого драматического театра имени Товстоногова. Попал в жалобе на сердце. Он старенький, 32-го года. Ну артист замечательный, конечно. На сцене более 50 ролей. 200 работ в кино и на телевидении. Жень, Женщика и Катюша. Даурия. Старая-старая сказка. Ой, много всего. Вот интересно. Глава Росгидромета, это российского. Предупредил о возможном снижении точности прогнозов из-за недостаточного финансирования. О, как денег нету. Он добавил, что сейчас Росгидромета оказался в зависимости от зарубежных стран в плане техники. Оказался в зависимости. Ох ты. И у нас погода, ребята, погода у нас не радует. Сейчас у нас минус 13 градусов. Ощущается, как минус 20. Я вот только сейчас с собаками ходил, а ощущал, ой, ветер какой. Ну, не 8 метров, но хоть 4 сейчас метра в секунду. Но так вот прям лупит морозом по коже, по коже лица. Вот. А дальше, ребята, ещё хуже. Вы не представляете, что будет дальше. Вот у меня тут прогноз погоды. И когда тут в понедельник, 4 марта, минус 21 ночью. Минус 21, а ещё и с ветром будет ощущаться как минимум 25. Ребята, куда катимся, да? Холодно. Вот холодный надоел эта зима. Ну, ладно. Всего хорошего. Доктор Влад с вами.